В том числе незаконные. Порой с забрасыванием полиции асфальтом, стычками и задержаниями. Нигде в мире полиция в таких ситуациях не ведет себя идеально. Но наша лучше, чем на Западе, будь то Америка, Англия или Франция. Бывают срывы, но ведь и парни в шлемах и латах тоже люди. На это и расчет провокаторов. Вот задержанный 27 июля Иван Подкопаев распрыскивал на полицию и Росгвардию перцовый газ. Через минуты у него из рюкзака и карманов извлекают нож, молоток, противогаз и газовый баллончик. Хорошо подготовился к мирному митингу. Пояснил, что нож не холодное оружие, баллончик от собак, а молоток и противогаз для работы. Пока Подкопаев под арестом до 11 октября идет следствие. Правозащитная организация «Мемориал» считает Подкопаева политзаключенным. По крайней мере так, на официальном сайте «Мемориала». О том, как готовиться к выборам ЦИК и что было в Москве в субботу. Ярослав Красиенко. Это уже как сигнал. Центр Москвы вновь занят свободными людьми. Это наш город. Оппозиционные СМИ это опять называли точкой кипения. Но кипело не очень. Пока, конечно, это немножко похоже на несанкционированную акцию журналистов. Это к акции начали присоединяться по-настоящему свободные люди. Им главное вовремя убежать от полиции и поаплодировать самим себе. Людей становилось больше и каждый находил себе занятие по душе. Одни дрались. На драку! Другие рисовали агитматериалы. Наши плакаты о том, что я не знаю, о чем наши плакаты. Число участников все равно не внушало. Ситуацию пытались исправить. Морь, два, выходи! Кто-то вывел маленьких детей. Непонятно зачем. Обычным гражданам гулять на бульварном кольце было, конечно, уже невозможно. Тротуары, газоны, проезжая часть. Везде молодые, прогрессивные, со своим мнением. Куда деваться, как вы думаете? Вы каждую субботу это устраиваете? У нас жизни здесь никакой нет. Если на пути вдруг оказывались несогласные с таким разгулом свободы граждане, тем хуже для граждан. А мы... А мы... А мы... Полицейским пришлось перекрывать дороги ради безопасности гуляющих. Водители нервничали, но терпели. Трачу не только время, но и свои деньги. Меня ждет там клиент. Ну, видите, сейчас могут отменить. Ну, очень плохо. Конечная точка гуляний – Пушкинская площадь. Здесь свободными себя стали чувствовать еще больше странных людей. На вежливые просьбы полицейских по традиции не реагировали, а нашей съемочной группе вновь продемонстрировали все демократические ценности. В очередной акции протеста оппозиции, кстати, последней в этом летнем политическом сезоне, приняло участие рекордно малое количество человек. По официальным данным МВД не больше тысячи человек. Но вот здесь, на Пушкинской площади, может сложиться впечатление, что их очень много, хотя сверху видно, что протестующих не больше 50, но 70 человек. Прыжки и ужимки, крики и угрозы, откровенные провокации и подзаборная ругань. Полный комплект. Вот вы этим самым показываете, кто вы есть на самом деле. Ваше истинное лицо вообще. То есть позор, как мухи вообще. Они оттуда налетели. Вот молодые люди пытаются провоцировать, толкают и не дают прохода. За что выступаете? За честные выборы. А вы по какому округу голосуете? С ВАО, Василийно-Островский. Кто у вас кандидат в депутаты? Не помню фамилию. И что? Ну хотя бы одну. Без понятия. Ярослав, хотел обратить ваше внимание, что именно в этом зале, вот там будут сидеть 15 членов Центральной избирательной комиссии, наблюдатели, представители СМИ. Здесь будет такой пицца-пульс, что ли, вот сердце всей избирательной кампании. Пока Элла Памфилова думает о пиццах в своем кабинете, народ выходит на улицы под дубинки Росгвардии этого нового формирования войск СС. Все для того, чтобы у вас, у вас, у любого россиянина, ну в данном случае москвича, были права, хоть какие-то. Все это напоминает мне фильм Михалкова «Солнечный удар». Где мораль такова? Если бы в Российской империи не думали бы о бабах, то революции бы не случилось. Вот так же и в ЦИКе. Если бы не думали о жратве, возможно, митингов бы и не было. Здравствуйте! Новый сезон лживых, проукраинских вестей. Хотя сегодня вообще про Украину мы не будем говорить. О чем же будем говорить? А вот о чем. У нас теперь, знаете, у нас теперь закладки, как у наркалык. Комиссия Госдумы пригласила немецкой волне лишением аккредитации в России. Посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой войне. Нам сказали, они не опасны для вас, работайте. Спасатели и врачи не предупредили, что пострадавшие при взрыве в Архангельской области заражены радиацией. Пока отдыхали мы, в России случился небольшой ядерный взрыв. С чем я вас и ваших детей поздравляю! Будете болеть от отечественных лучевых болезней, пока жестко не спросите с власти. Это рано не живет никогда. Трагедия в Беслане 15 лет. Разбираемся, почему она до сих пор актуальна, и кто виноват в том, что убили детей. Террористы? А может быть, все-таки силовики? В Зеленограде 12-летний мальчик покончил с собой во время школьной линейки. Все чаще и чаще молодежь России, которая еще учится в школах, кончает жизнь самоубийством, потому что прекрасно понимает, в какой стране живет. И что с ними, на примере Беслана в том числе, может случиться? Сенатор Мархаев пожаловался в прокуратуру на журналистов РЕН-ТВ. И в аэропорту Волгограда экстреда сели три соля, то тут приходят на этой неделе сообщения об авиакатастрофе. Ну, это еще не авиакатастрофу, об экстредах посадках. Вот с этой новости и начнем, собственно говоря. В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета. Два самолета сели в ночь с 5 часов на субботу и 1 субботу, как передают РЕО новости. Два из трех самолетов были вынуждены сесть из-за ухудшения состояния пассажиров. Но что значит это формальные формулировки ухудшения состояния пассажиров на борту? А это то означает, что пассажиры, скорее всего, процентов на 99 траванулись некачественной едой на борту. В самолете. Но они же летали ночью, спали, скорее всего. Ну да, но когда ты ешь в 22 или в 23 курицу или рыбу, в самолете ничего другого тебе не предлагает, то тебя не сразу может стошнить. Обращаю ваше внимание, что российские так называемые, так сказать, рыбоделы, жаловались президенту, что рыбу в России просто негде хранить. Нет высококлассных бразильных камер промышленного масштаба и рефрижераторов отечественного производства, которые способны сохранять свежезамороженную рыбу и доставлять ее, в том числе, и до бортов самолета. То есть рыба в самолетах не свежая. И, кстати, не питайтесь лучше на борту самолетов отечественных авиакомпаний, а то врыванивайтесь. Только на западных летайте авиакомпаниях. И на турецких. С другой стороны, наши авиакомпании экономят на всем, что угодно, в том числе и на качественном питании пассажиров. Не то, что эконом, а даже и первого класса. Это одна из причин, по которым я вам советую, в том числе, летать поездами РЖД. Это не является рекламой, это является объективной истинной в последней инстанции. Потому что после коррупционера Якунина в РЖД прошло нормальное, вменяемое руководство. А новые поезда, это действительно очень удобно и в два раза быстрее, чем самолеты РЖД. Только в РЖД все никак не могут поставить нормальные туалеты, на мой взгляд. Почему же Аэрофлот вступает в РЖД? Смотрите, РЖД напрямую подчинено Министерству транспорта. Плохое руководство там или нет, неважно. Аэрофлот, у него есть надзирательные органы Росавиация, тот же самый Минтранс, и еще есть межгосударственная какая-то там, сейчас не помню, как называется, но в общем комиссия, которая расследует авиакатастрофы. То есть три, а еще транспортный прокуратур, то есть четыре ведомства, которые должны надзирать за осуществлением деятельности Аэрофлота, но спускают Аэрофлоту и другим российским авиакомпаниям крупным. Все на самотек. Подрукты питания у них проверяет Роспотребнадзор. Точнее, хорошо, что проверяют. А вообще редко, когда проверяют, ведь самолет это же собственность авиакомпании. Нельзя же трогать будущий гроб на колесах. С двигателями, почему-то. Кризис в авиастроении, в авиаотрасли, и в целом в России такой, что пассажиры аплодируют пилотам только лишь за то, что они смогли успешно приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Прекрасно понимает любой пассажир российской авиакомпании, что при посадке он мог бы сразу отправиться на небеса. И это не фигура речи. Посмотрите на соседа в нищей, воюющей окраине. Самолеты не падали с 2014 года, а по гражданским, не по военным причинам, в нищей окраине в Украине. Не падали самолеты аж с 2006 года. Поднимите данные в Википедии об авиакатастрофах в Украине. Последний, в 2014 году, был тот самый пресловутый Боинг. А если не касаться, так сказать, потерь из-за боевых действий, а брать сугубо авиакатастрофы, то есть без участия российского БУКа, то последний раз в Украине разбился самолет под Донецком. Кстати говоря, в 2006 году. Всё! То есть 15 почти, там чуть меньше, но тем не менее, почти не падали самолеты в Украине. А в России что? За последний, только этот неоконченный год, уже три авиакатастрофы с летальным исходом. Ну и кто на дне? Нет, Акраина или вы, Рахиты? Не было что-то подобного, только из-за того, что российские авиакомпании прибучно сюда летают на аэробусах и Боингах западного авиастроения, которые прощают многие ошибки пилотов. На нашем же самолёте в Волгограде мы давно уже пассажиры разбились бы в пух и прах. По двум причинам. Проверяют не так жёстко, как в СССР. Или вообще не проверяют. И пилотов готовят в основном на тренажёрах. То есть неподготовленных пилотов сразу же выпускают на сложнейшие магистральные самолёты. Это всё равно, что в автошколе готовят водителя грузовика, который до получения прав ни разу не садится в кабину. И поэтому даже на высококлассном, даже не высококлассном пилотам в России надо говорить спасибо за то, что они хотя бы просто, нормально, пусть там все траванулись, но всё-таки самолёт сел и никто не погиб. Вот до чего дошли. То есть любой полёт самолёта в России из точки А в точку Б может закончиться летальным исходом. Но тут просто три самолёта сели в аэропорту Волгограда экстренно. Идём дальше. Сенатор Мархаев пожаловался в прокуратуру на журналистов Рень-ТВ. Тот самый телеканал, где засели рептилоиды с планеты Нибиро. Во время избирательной кампании в Бурятии, где сенатор по черту от Иркутской области, точнее от Бурятии, баллотируются на пост сенатора, на пост мэра Улан-Удэ. Ну, по-видимому, в Иркутске он уже всё разворовал. Либо давно уже забил и на Иркутск, и на Иркутчан. С таким подходом только в Совете Федерации работать. Причём, мотивов я не понимаю. Стать даже не губернатором, а всего-то мэром Улан-Удэ, федеральному, что называется, сенатору, который представляет свой или не свой, не важно, регион на федеральном уровне, в частности, Иркутскую область. Почему он согласился на фактические понижения в должности? Непонятно. Причина, хотя ясная. Как Калина Красная, после истории с Арашуковым, Мархаев хочет быть подальше от Губянки и здания главного Следственного комитета России. Тем более, журналистов РЕН-ТВ выяснили, за что его можно было и посадить в камеру Карашукову. Согласно данным, РЕН-ТВ, после встречи сенатора, будущего мэра, а в России карьера вверх-вниз, а не наоборот, для простых сенаторов, с избирателями, журналистка РЕН-ТВ спросила у Мархаева о его причастности к подпольному игровому бизнесу в Улан-Удэ. И тут самое интересное. Вместо того, чтобы сказать, я не при делах или без комментариев, просто соврать, у сенатора Мархаева началась истерика. Сенатор начал выкручивать руки корреспонденту РЕН-ТВ, а его помощник толкнул оператора. В результате оператора получил ушиб, а журналист РЕН-ТВ вывих руки. Истерика Мархаева и то, что вдруг из сенаторов он добровольно решил стать мэром, это уже косвенные улики и свидетельствуют о том, что в Улан-Удэ сенатор от Иркутской области, будущий мэр Улан-Удэ, действительно крышует подпольное казино. С чем я вас, жители Улан-Удэ, и поздравляю. И вы думаете, что сенатор от Единой России, от партии жуликов и воров? Нет, вовсе нет. Мархаев, прости господи, потомственный коммунист, коммунист, который крышует казино. Это можно было сделать отдельный сериал в духе отступников Скорсезе. Так вот, коммунисты, такие вот коммунисты, как Мархаев, издали СССР Западу, развалив его потом. Зюганов, Зюганов, ну что ж ты делаешь, а? Снимаешь то бортко с выборов в Санкт-Петербурге и покрываешь мафиози Мархаева. Где? Где у тебя настоящие коммунисты, а? Их давно уже нет. К сожалению. Но не стоит во всем винить Мархаева. Это тот случай, когда не он такой, а жизнь в России такая, что приходится крышевать казино. Журналисты Ред ТВ не взвились бы на Мархаева, если бы он не стал критиковать действия силовиков во время протестных акций в Москве. А сказал, как здорово, что войска СС, ныне Росглавдия, давят людей на улицах. Как хорошо, что избивают дубинками велосипедистов. Если бы он эти слова сказал, то никакого расследования Ред ТВ против Мархаева и не было бы. А тут Мархаев осмелился перечить власти. И власть руками журналистов РЕН ТВ нарыла в отместку на него компромат и опубликовала его через РЕН ТВ. Это тот редкий случай, когда мне жалко мошенника Мархаева, а вовсе не журналистов РЕН ТВ, ибо Мархаев осмелился идти, даже пока высказаться, но все-таки против силовиков, если бы он не осмелился высказаться против действий силовиков, то мы бы и не узнали ни про то, что есть такой сенатор, ни про то, что он там где-то что-то крышует, какое-то казино. Вообще, если начать объективное, беспристрастное и неподкупное расследование, то, о чем в Следственном комитете, ну, на Лубянке еще нет, но в Следственном комитете давно об этом забыли, об этих словах, то на каждого, кроме, наверное, разве что Матвиенко, хотя к ней тоже есть вопросы, но еще по деятельности в правительстве, то каждый сенатор может пойти в камеру к Арашукову. Но, и я еще раз повторюсь, если бы Мархаев не высказывался против действий силовиков, то журналисты РНТВ не начали бы против него расследование. Если бы он молчал про подавление народа в центре Москвы. Вот так вот, здесь все хороши, и нет черно-белых героев. Помните, да, классику, деточкин виноват, но он не виноват, так и здесь, да, Мархаев виноват, да, крышевал казино, и должен ответить за это перед законом. Но скандала бы никакого не было, если бы он не стал критиковать Росгвардию. Если бы он не стал критиковать Росгвардию, ему бы и дальше позволили крышевать казино в Улан-Удэ. В итоге РНТВ подали на Мархаева жалобу в Следственный комитет. Мархаев подал на РНТВ иск в прокуратуру. А-а-а-а, судить будет в итоге суд. Ха-ха-ха-ха-ха. Никакого суда в России нет. Всех будет судить Лубянка. Лубянка пока не сказала своего слова, не арестовала Мархаева или не предавалась журналистам РНТВ. И вот от того, что скажет Лубянка, это действительно власть имущие из трёх букв первое Ф, последнее Б, среднее С, то от того, что они скажут на Лубянке, решат, как им действовать в отношении Мархаева, и будет зависеть его дальнейшая судьба, будет ли он и дальше крышевать казино в Улан-Удэр или же нет. В Зеленограде двенадцатилетний мальчик покончил с собой во время школьной линейки. У нас теперь что не праздник, так какой-нибудь школьник кончает с собой, осознавая, в какой стране ему жить. Может быть и сказалось то, что в этом году перенесли первое сентября день знаний на второе. Вот такое вот фаталити, что называется. Тема важная, мне пока что нечего сказать по данной теме, и поэтому я обращаю ваше внимание на комментарии и комментаторов данной новости. есть там в Яндексе такая графа как комментарии. Вот я на комментарии и обращу ваше внимание, сохраняя анонимность разумеется и не называя фамилии тех, кто высказывался по данной теме, но называя их тем не менее имена. Вот что пишут в Яндекс комментировать по этому поводу. Что называется рубрика люди говорят. Мальчик погиб не на линейке, а в лесопарке, пишет Татьяна. Вера ей вторит. Надо поднимать зарплаты учителя в школах, чтобы дрожали над каждым ребенком. И секции надо бесплатно сделать для детей, чтобы не вешались. Елена пишет. Сейчас школьники выпендриваются. У того, кто повесился, не было, видать, модного гаджета. Вот он и закомплексовал. Пострадал и совершил самоубийство. Евгений обращает внимание на то, что помимо того, что мальчик был закомплексованный, ему не нравились преподаватели. Они были с ним слишком строгие. Ирина пишет, что суицидник три раза пошел в седьмой класс. И мама ему не наняла репетитора. Вот он и не выдержал. Евгений сетует, что вдруг это какой-то маньяк убил звенегородского школьника. Владислав поговаривает, что учителя забили голову этого шумура, не нужно быть вредными знаниями. Как покончить с собой? Елизавета шепчет на ухо мне, что это все от неразделенной первой любви и пресловутого буллинга, травли со стороны одноклассников, а скорее всего одноклассниц. Как говорят на эхе выскажу я свое особое мнение по кейсу Зеленогородского самоубийцы. Его убила косвенно, конечно, но тем не менее, министр посвящения Ольга Васильева своими заявлениями, что теперь уроки в школах будут по 50 минут. А потом она это опровергла, но было уже слишком поздно. Бедный ученик подумал, что его суточная каторга увеличивается на несколько часов, ибо у него доверяка был не один урок в день и решил покончить с собой. То ли на линейке, то ли в лесопарке, неважно. Вот до тех пор, пока у нас школа будет ассоциироваться с тюрьмой и будет на нее похожа, ученики будут вешаться и вскрывать себе вены, превращаясь линоград в кровоград. И маньяка не надо, все школьники сделают сами. Сами намылят веревку, сами поставят табуретку и сами прыгнут в петлю. при этой цифровизации школ, навязанных правительством, не осознавая то, что власти школьникам не помогут. Но об этом в следующей новости. Даже не то, что не помогут, а наоборот и убьют. самая тяжелая тема, не то, что там в этом выпуске или там году, а за последние 15 лет. Но я обязан это сказать. Это рано не заживает никогда. Трагедии в Геслане 15 лет. Напомню, что 1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу номер один в Геслане. И это была ответка, выражаясь современным языком, власть за Норд-Ост. Было захвачено террористами 1128 человек, из них погибли 314 заложников, в основном детей. 3 сентября начался штурм школы примерно в 13.00 и дальше в Царграде журналисты пишут, такие как Дмитрий Стенин, которые давно променяли совесть на бабло, заявляют, что им не хотелось бы вспоминать об этом. Ну что ж, она очень хотела вспоминать об этом. Напомню Стенину, что тем самым он и его коллеги прокрывают не просто преступников, а дето-убийц во власти. Давайте же напомним, что происходило в Беслане в действительности и почему власть нам приказала не вспоминать о тех событиях ровно 15 лет. Но пришлось вспомнить, ибо надо было что-то отвечать Дудю, чей фильм о Беслане посмотрели 7 миллионов человек, а на данный момент даже уже наверное за 10 миллионов перевалило. Так вот, что же происходило в Беслане тогда, 15 лет назад, 3 сентября 2004 года, в 13 часов 04 минуты и в 13 часов 05 минут прогремели два взрыва в школе номер один в Беслане. Нам напрямую врали, что данные взрывы были совершены террористами, у которых сошла нога с педали взрывного устройства. Однако было установлено либеральном, кстати говоря, расследовании латыниной, что те взрывы были не в 1304 и не в 1305, а в 1325. А что же случилось в 1304 и 1305 3 сентября 2004 года в школе номер один в Беслане? Очевидцы тех событий так описывают эти взрывы. Это цитата «Это были сверкающие белые шары, огненные шары, которые пролетели сквозь крышу и в результате воздух в захваченной террористами школы начал гореть вместе с воздухом начали гореть и заложники». Конец цитаты. Это очень четкое и подробное описание действия огнемета «Шмель», из которого стреляли с крыши дома номер 37 школьного переулка и с крыши дома номер 47 того же переулка. Огнеметами «Шмель» были на тот момент вооружены только спецназ ФСБ «Альфа-Вымпел». У террористов не было никаких огнеметов. Есть то, что стреляли из огнеметов и есть доказательства. Это плетка с прямым эфиром НТВ от 3-го числа к 13-й доле. Кстати говоря, на Ютубе есть сюжет Маргариты Симонян. Да, да, у меня слышалось именно Маргариты Симонян, когда она еще работала на РТР. Так в этом сюжете обеслания она, вот ее прямая цитата в этом сюжете по школе ухали гранатометы. Ну, что значит ухали? Стреляли. Стреляли гранатометы. И вот она сказала это 15 лет назад. А сейчас в программе «Помет» с Владимиром прогнившим жидом она говорит, что Дудь неправ, что его надо судить за экстремизм, за оправдание терроризма. Алло, Маргарита, это же вы 15 лет назад сами говорили, что по школе стреляли из гранатометов. Вы чего? Все же есть. Я понимаю, что вы совесть продали, но есть же доказательства, есть же ваши слова, сказанные вами 15 лет назад, и за это вы должны отвечать за то, что изменили свои показания. Так вот, пленку с тем, как спецназ ФСБ фигачил из шмелей с крыши домов номер 3-7 и номер 47 школьного переулка НТВшники потеряли вместе со своей совестью. И даже спецназ ФСБ, когда отстреливался по школе с детями и своих шмелей, тубусы с огнеметами они оставили на крыше зданий. Их потом нашли, парламентская комиссия нашла их, но не включила в отчет. И сейчас дети Беслана играют именно этими тубусами, из которых власть мочила детей вместе с террористами в том самом 2004 году. По поводу взрывов террористов двух бомб. В 13-24 в штабе операции надеялись, что во время штурма эти бомбы не сработают, не успеют сработать во время штурма, но, к сожалению, успели. Поэтому столько и погибло. Иными словами, спецслужбы России поступили как террористы. И с этого момента трагедия в Беслане мы знаем, что власть может убить своих же граждан и сказать, что это сделали террористы. И она тогда, спецслужбы России в Беслане превратились в путинский ИГИЛ. Именно с Беслана российские чекисты начали убивать людей по всему миру. Путин во время штурма не прилетел в Беслан ровным счетом потому, что он отдал приказ стрелять по спортзалу, где находились заложники. И Шмелей прекрасно понимая, чем это может грозить. И Хуйлу стыдно до сих пор за то, что он отдал решение. Можно было сказать, Дениска, а выбор нельзя же террористов отпустить там. И пусть вместе с детьми они погибнут, но террористы будут уничтожены. Но самое интересное, то, что удалось задержать 27 человек и еще, то есть удалось убить ФСБшников 27 террористов и еще одного удалось задержать. Но террористов было больше, в разы больше, настолько больше, что потом была проведена тем же самым спецназом ФСБ операция в Ингушетии. Это вот как понимать, то есть не просто кокнули детей, а даже всех террористов не смогли поймать потом. Это полный провал. И нечего этим гордиться этой операцией. Нечего. Абсолют полный тотальный провал. И мне вот объясните, как знают, что там дети можно стрелять по школе из гранатометов. Ну, просто за такое надо наказывать всю Федеральную службу безопасности. Я понимаю, да, да, террористы, да, нельзя было их отпускать, да, надо было их мочить. Надо было. Но там же дети. И они что, для вас теперь уже не дети? Кстати, говорят, да, Соловьев постоянно говорит, что они же дети, подразумевая то, что детей надо жестко прессовать и убивать, как в Беслане 15 лет назад. Ну, ребят, ну вы хуже террористов, но я понимаю, что операция не была подготовлена. Я понимаю, что так оно случилось, что пришлось штурмовать без плана операции. Но стрелять по школе из гранатометов это выше любого человеческого понимания. Вы не спецслужбы, вы бляди, которых надо уничтожать вместе с Росгвардии. И поэтому народ должен вооружиться и создать свою милицию, как в 20-х годах. И пойти на штурм администрации президента. Так. Потом, после теракта в Беслане, Путин отменил выбор губернаторов, чтобы не пришли оппозиционеры к власти и правда не вскрылось. Все улики про Беслан были уничтожены танком, который с 4 сентября сразу после штурма ездил по обломкам школы и равнял все улики землей. Так избавлялась от улик, свидетельствующих о преступлениях спецназа и других силовиков в Беслане. Кто же виноват во всем этом? Ну, понятно, что Путин, но еще и Зангитов Виталий Георгиевич, переговорщик от ФСБ, руководитель штаба операции по уничтожению собственных детей во имя власти Путина, Владимир Орушайлов, у которого все рухнуло. Но и, конечно же, это сволочь и мразь, по чьей вине ФСБ-щики убивали детей в Беслане и травили газом посетителей Норд-Оста. Именно при нем были проведены эти два операции при его начальстве ФСБ. Это ныне секретарь Совета Безопасности Патрушев Николай, который травил собственных граждан газом в Норд-Осте и убивал детей в Беслане, являясь руководителем на тот момент Федеральной Службы Безопасности. Путин ни разу не приехал в Беслан, прекрасно понимая, что Осетина знает правду. И его повесили бы там. Повесили и застрелили, и правильно сделали. Те, кто говорит, что там Дудя за оправдание терроризма, Собчак тоже сделала фильм о Беслане. Надо вешать. Посмотрите репортаж Маргариты Симоньян на РТ, на РТР есть на Ютубе. Она сама говорит, что по школе фигачили гранатометы. А когда Дудь, Собчак, прочие говорят то же самое, то же самое, то это почему-то оправдание терроризма. Это не оправдание терроризма, это оправдание преступного чекизма. И поэтому 8 сентября, то есть на момент выхода данной передачи, народ должен выйти на улицу и сказать правду. Ой, то есть и потребовать от властей правды в Беслане. нам сказали они не опасны. Да вы работаете. Спасатели и врачей не предупредили, что пострадавшие при ядерном взрыве, да да, вы не ослышались, именно ядерном взрыве, в Архангельской области заражены радиацией. Все дело в том, что 8 августа в поселке Ненокса Архангельской области на центральном ракетном полигоне ВМФ Российской Федерации ракета Буревестник, та самая с кедерной энергетической установкой, которой Полтлер, этот фюрер наш, фюрер у нас хвастался как дитя, вместо того, чтобы уничтожать пиндосов, ракета Буревестник уничтожила свои же при испытании злорадных СМИ. Причем ракету Буревестник старой еще советской разработки СССР не стала использовать ровным счетом потому, что этот самый Буревестник по расчетам еще советских спецов мог сорваться с курса и вместо того, чтобы вдарить по врагу, мог вдарить по городам Советского Союза. То есть нанести непоправимый ущерб своему же населению, а не населению врага. И ракета могла уничтожить тех, кто ее запускал. Что, собственно говоря, сейчас и случилось. Ну, не сейчас, а 8 августа. Причем, как всегда, все засекретили, но не ожидали кровавые гэбисты очень и очень профессиональной работы ЦРУ США, благодаря которому Трамп выступил с докладом, что именно взорвалась в России, где, когда, на каком полигоне. И наши военные, и наши чекисты получили полное, тотальное унижение. Мало того, что у них ракета взорвалась, то есть взорвалась не просто ракета, а этот самый ядерный, этот самый ядерный энергетический установка в ракете. Так еще американцы прознали, что у них взорвалось, где и на каком полигоне. Что в условиях ведения боевых действий очень и очень помогло стереть Россию с лица земли. во-первых, ну и унижение еще и в том, что наши военные заразили радиацией весь север России. И теперь жители Анхангельска скупают массово противогаза, который, кстати, не помогут, если что. Я советую всем всем тем, кто населяет город, Архангельск и прочие северные города, просто уезжать оттуда, потому что, понятно, радиация не щадит никого. У ваших детей, у вас, возможно, надеюсь, что нет, но возможно, будет рак, а то еще и еще и что-то. Так что уезжайте поскорей. А во-вторых, оставляйте север врагу, что называется. А во-вторых, все так тщательно засекретили, что об этом узнали враги и обнародовали. То есть, опять-таки, непрофессиональное действие чекистов, как 15 лет назад в Беслане. После взрыва Буревестника США надеются, что Путлер больше построит этих ракет. Да, не меньше, а больше, чтобы больше россиян погибло при авариях данного комплекса и тогда никакой захватнической войны и не нужно. Можно брать Россию голенькой, когда в ней останется жить 150 человек примерно. Ну, как в романе Метро-Глуховского, собственно говоря. Так, 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 так. Заразили, в общем, север страны Цезии. Пострадавших при взрыве ракеты доставили в больнице Аркангельска. Кстати, не в специальной лаборатории РХБЗ защиты, которая есть у вояк, а в обычной больнице, чтобы сохранить секретность и больше убить гражданских. Больше гражданских надо было убить, лишь бы сохранить секретность. Это возможно избавление преступников от улик. Даши не развернули, я уже сказал, РХБЗ защиту и не привлекли докторов МЧС, а только местных докторов, но и здесь вышел местных докторов из Аркангельской областной больницы, и здесь вышел грандиозный скандал. Врачам областной больницы Архангельска наврали, что все больные дезактивированы от радиации. Врачи начали оперировать больных, но тут как в фильмах в операционную пришли дасимметристы МЧС и в панике выбежали из больницы. Молодцы, молодцы, хорошая работа, да, случится что-то более грандиозное с ядерными, например, на Балаковской АЭС, я теперь знаю, как МЧСовцы будут действовать, будут героически, геройски выбегать из палат и литироваться, но бойки и врачи их поймали и надо было еще ему кольчик сделать, их поймали и те сознались около больницы, что в операционной радиация зашкаливает все разумные пределы, а веро не сказать, она в пределах нормы, в пределах нормы Чернобыльской атомной электростанции, с чем я Архангельск и поздравляю врачей, которые лечили пациентов от ракетов буревестник, который хвастался путлер, как заправский школьник. 12 августа в областную больницу приехал сотрудник, чиновник от Минздрава и сказал, что если вы будете молчать про это и будете оперировать больных, то мы доплатим вам 100 рублей. Право! молодец Скворцова! Люди в непредназначенных для этого условиях спасают больных от радиации, а вы им доплачиваете 100 рублей. Браво! Браво! Скворцова тебе по сковоречнику точно пролетит. Тут конечно возмутились врачи, их можно понять. Они заразились лучевой болезнью, а им какие-то доплачивают 100 рублей. Потому что вояки захотели все скрыть и не стали отвозить больных, облученных ракетой бурефестик на свои спец лаборатории. Тут интересно, что увезли бы их в лабораторию в Москве, где есть подготовленные специалисты, которые лечили еще от лучевой болезни сотрудников Чернобыльской атомной электростанции, то секретность бы сохранили. Но как всегда в России все, в том числе военные, думают с задницей. Вот задница и накрыла Архангельск радиацией. Вояки не смогли, не захотели лечить от радиации своих же. А тут врачам предлагают по 100 рублей. Но Скворцовы ответят еще за это, безусловно. Не перед земным судом, так перед высшими силами. Правые российские военные, когда приехали забрать своих же из больницы, из самой обычной гражданской больницы наши бравые военные сказали, что у них цитата дети, и мы туда в палатку не пойдем. И откровенно говоря, сгибались с больницы. Молодцы, бросили своих помирать. Молодцы, молодцы. После этого просыпается огромное желание записаться в армию врага и уничтожить уничтожать армию Российской Федерации за таких вот бравых солдат. Трусы, трусы сейчас, а не офицеры, по крайней мере, на полигоне в ВБФ под Архамерском. Потом, когда сами врачи начали лечиться от лучевой болезни, им приказали, чтобы сохранить секретность, которую, я напоминаю, они не сохранили, потому что был доклад Трампа с указанием где что и конкретно взорвалось. Но, чтобы сохранить секретность, врачам велели сказать, что они были в Японии и траванулись фукусимскими грибами. Мерзко, мерзко все это, просто мерзко, просто мерзко, а? Где? Где вы, жители Архангельска? Почему не выходите с пикетами, а? Вас же всех радиация положит к могиле. И все это, вся эта ситуация с взрывом буревестника, с тем, как хотели скрыть, но не скрыли, напоминает, что? Правильно, Чернобыль, HBO. Вот в Чернобыле, HBO, ровным счетом, также, собственно, и показана авария на Чернобыльской атомной электростанции, когда пытались скрыть, засекретить, а потом поняли, что радиация превышает все разумные пределы, город эвакуировали. Но эвакуировали ли Архангельск? Нет, 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 нет. Поэтому выжить Архангельска, к сожалению, если не уедете, сдохните от радиации. Что тут еще сказать? ВСЦ заботились о своих гражданах, врали им, но это было сделано с целью, чтобы их спасти. А в Архангельске даже никто ничего вас не будет эвакуировать, вас просто положат там вместе в баги, в вороты около домов и все. Надеюсь, что этого не произойдет. Да, в Чернобыле от HBO все-таки создатели сериала были правы на все 100%. И вот поэтому корит о патриотических пуканов по поводу этого сериала, именно поэтому, что ему занизили рейтинг на кинопоиске, и именно поэтому есть множество роликов на ютубе, где шахтеры пытаются опровергнуть эпизод сериала Чернобыль HCBO. Но как бы пропагандисты не старались, на примере Архангельска, на примере секретного полигона ВМФ Российской Федерации видно, что правы все-таки не российская власть, а право все-таки власть американская. посольство СССР Я просто посмотрел сейчас в эфире посольство России ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой войне. Ранее болгарский МИД заявил, что Болгария не должна закрывать глаза, на то, что советская армия дала народам Восточной Европы полувековые репрессии. Наше посольство ответило братушечкам, что недавно рассекреченные документы свидетельствуют о решающей роли Красной Армии в деле избавления Болгарии от фашизма. И тут я наше посольство Болгарии поймал на незнание истории, на незнание своей же истории. Какая твоя мать Красная Армия? Сталин от него отказался юридически в 43-м, но де-факто еще в 41-м. Вместо Красной Армии была создана Советская Армия и боевое крещение она приняла под Сталинградом. В чем разница между Красной и Советской Армией? В том, что в Красную Армию принимали только тех самых рабочих и крестьян и их детей, а вот уже в Советскую Армию могла принять могли принять и экс-дворянина и помещика. Сталин сам об этом говорил так, цитата, «Расстрелять мы их всегда успеем, главное сейчас, чтобы они послужили на дело Родине в деле исправления от немецких захватчиков». Конец цитаты. Но, видно, посольство России в Болгарии само не знает своей истории и других судят за незнание истории. Это раз. Второе отличие Красной от Советской Армии то, что Советская Армия принимала помощь от союзников в виде тушенки, самолетов, грузовиков и так далее. А Красная Армия нет, поэтому де-факто она была разгромлена в 41-м году, и Сталин был вынужден в новой Советской Армии вернуть погоны на плечи и даже звание бывшим белым офицером. Теперь по поводу Болгар. Тут важно отделить борьбу с фашизмом от того, что происходило в Восточной Европе после войны. Немецкая оккупация Болгарии страшная была вещь, но она продлилась всего 4 года, а вот советская оккупация длилась без малого почти 50 лет. Но разве мы не помним, как подавлялось инакомыслие стран Восточной Европы в Техословакии и Венгрии, когда советские войска стали из-за свободителей Европы от фашизма, превратились в оккупационные войска коммунизма. Разве мы не помним, что жителям Восточной Европы запрещалось посещать страны Западной Европы? Разве мы не помним, что в Восточной Европе была запрещена любая коммерческая деятельность? И разве мы не помним, что форма ГДР Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Югославии была один в один напоминала форму солдата советской армии. Без учета особенностей этих стран, болгары в период советской оккупации были лишены даже своих государственных символов. На болгарском флаге кастовалась красная звезда, как символ того, что за Болгарией присматривают в СССР, и если что-то не так, подавят жестко. Вот в чем претензии болгар к России. В том, что Россия не признает, что от того, что коммунисты выбили фашистов с территории Болгарии, самим болгарам не стало от этого жить лучше. А российское посольство твердит, да как так, да мы вас освободили от фашизма, но в том-то все и дело, освободили, чтобы захватить. Если бы совки сохранили тот строй капитализма, который был бы в Восточной Европе, то до Второй Мировой войны не пришлось бы в наше время кредитами стран Западной Европы помогать протушщикам Восточной Европы. А так получилось то, что получилось из освободителей, Россия превратилась в оккупанты. Ну, еще Советский Союз вернее. В Госдуме пригласили лишить Deutsche Welle аккредитации в России. Точнее, конечно, не в Госдуме, а в Госдуре. Сейчас в эфире. В Государственной дуре пригласили лишить немецкую волну аккредитации в России. председатель комиссии госдура по расследованию Василий Пискарев девичья фамилия у него видно Песков будет настаивать на на самогоне не своем будет настаивать на том, чтобы немецкая волна Пескарев девичья фамилия Песков будет настаивать на самогоне на своем шнапсе участие немецкой волны в комиссии по расследованию вмешательства в выборы в Москорду Мда теперь даже в селах если выбирали если представители сельсовета и председатель сельсовета не единоросс то на 100% можно утверждать по крайней мере в государственной дуне Российской Федерации в том, что в сельские выборы вмешались агенты западных спецслужб я бы действительно советовал журналистам немецкой волны все-таки сходить в государственную дуру Российской Федерации на охотном ряду и поохотиться на депутатах со скрытыми камерами вот это было бы действительно интересно и даже не столько потому что иначе немецкая волна может лишиться лицензии в России а потому чтобы напомнить господам депутатам про свободу прессы в России и напомнить на своем немецком примере историческом к чему приводит уничтожение всяких свобод в том числе и свобод мыслить не как все скандал вокруг немецкой волны разразился когда она на своем сайте разместила маршрут митингов за допуск всех кандидатов к выборам в Носгордуму надо было еще и разместить прогулку до администрации президента я кстати говоря удивлен был когда вот это был первый выпуск зато первый выпуск первая акция протеста за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму когда войска Росгвардии не просто там начали бить людей или там что-то они делают всегда они начали перекрывать администрацию президента на старой площади в Москве то есть народ уже вплотную возмущенный подошел к администрации президента и чуть ли не начал ее штурм так вот надо было начать штурм надо было даешь Майдан в России вперед на баррикады период 8 и 9 числа отстаем демократию и свободу слова в России за Московскую государственную думу и кстати патриотам на заметку американцам нечего вмешиваться в Мосгордуму почему по одной простой причине Московская государственная дума не решает серьезных вопросов войны на Украине или там применение ядерных ракет тем не менее народ устал видеть единороссов в Мосгордуме и хочет альтернативы но альтернативы Элла Памфилова человек с которого я начал этот выпуск не дает доходит до смешного она заявляет что вот у каких-то вот там кандидатов были подписи поддельные а потом приходят люди и говорят я эту поддельную подпись ставил ну в том смысле что она не поддельная а ему говорят нет твоя подпись поддельная ну пошел вот а потом выламываются чекисты то есть Росгвардия пока еще пока еще чекисты не вламываются и арестовывают но вернемся к немецкой волне немецкая волна должна смыть мракобесие и откровенную фальшь в России по поводу того что Россия демократическая страна никакая она не демократическая страна она жесткая диктатурная не в тех трусах пошел получи от Росгвардии дубинкой а потом штраф если бы Россия была бы демократической страной то Любовь Суболь допустили до выборов Мосгордуму а так нет если бы Россия была бы демократическая страна то коммунист Буртко кинорежиссер известный не снялся бы с выборов губернатора Санкт-Петербурга но будьте уверены в том что Беглов долго не продержится в Санкт-Петербурге потому что потому что человек с говорящей фамилией Беглов ну никак не может толка просидеть и единороссы должны понимать это формально он конечно идет как самовыдвиженец но мы с вами знаем от какой чекистской партии он в России не демократия в России демократия волков в овечьей шкуре люблю эту фразу волки в овечьей шкуре это вот как раз можно сказать и про цик и вот когда немецкая волна про все это пишет ее жестко вызывают на ковер государственную дуру российской федерации ну разве это свобода слова и стыдно должно быть российским каналом таким как Россия24 НТВ ТВЦ и прочим что когда шли массовые протесты когда люди дошли чуть ли не начали штурмовать администрацию президента они показывали фестиваль шашлыков именно поэтому мы смотрим телеканал дождь и немецкую волну потому что немецкая волна показывает что в России действительно творится они херней маятся как Россия 24 и за это ее велят прикрыть велят закрыть ну и еще значит Пискарев набрался смелости и прогласил в комиссию по расследованию вмешательства выбора в Мосгордуму посла США Ханс России Хасмана на посол США ходит только к важным и значимым в России людям таким как Путин какому-то Пискареву он даже близко не подойдет а если он подойдет то Пискарев его рад будет видеть потому что не каждому депутату удается встретиться с послом страны номер 2 в мире сейчас США дали позиции и на первую роль Китай вышел ну а что касается митингов в Москве данная программа выходит как раз когда выборы в Мосгордуму проходят когда проходят выборы в Санкт-Петербурге еще по городам и весь Россия так вот могу сказать только одно выходите до улицы под дубинки Росгвардии организуйте свою милицию вооружайтесь граждане а иначе вас жестко отпиздят как детей в Беслане на этом все свободу политзаключенам у всех в том числе и Егору Алышеву в Самаре который вышел с протестом и я там был на митинге за допуск всех кандидатов у вас кортоп кандидатов как кандидат